Витебский балет Наш коллектив существует уже более 50 лет. Он был образован в 1967 году. Представления имели совершенно другой характер. Мы выступали на ледовых аренах наподобие таких, и спектакль проходил на всей ледовой арене. В 1995 году у нас было адаптировано к постановке для театральной сцены. Лед должен быть размером 12х12, и мы используем театральные декорации, костюмы. Это совершенно удивительное зрелище само по себе. У нас пять балетов. Три балета на музыку Чайковского. Это «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». И два балета «Золушка» и «Ромео Джульетта» на музыку Прокофьева. А подскажите, есть ли в планах у вас, может быть, не только классические, но и современные постановки? Вы знаете, скорее всего, нет, потому что все-таки мы позиционируемся как именно классический балет на льду, и у нас классические постановки. Да, это наша такая изюминка, потому что много очень коллективов выступает именно на льду. Но вот наша в этом и заключается, что у нас классические постановки. Расскажите, откуда приходит ваш балет? Из фигурного катания или, собственно, из балета? Из спорта приходят. Это приходят фигуристы, спортсмены, и с ними начинают работать хореографы, отрабатывают технику. Да, совершенно верно. Вся труппа у нас в основном состоит из профессиональных фигуристов, которые, закончив со спортом, перешли и стали заниматься этой деятельностью. Гастролируем мы по всему миру. И, в общем-то, в Петербурге мы бываем крайне редко, к нашему сожалению, но так получается. Сейчас вот мы в Белоруссии, а буквально через пару недель мы уже в Южную Америку. Практически у нас будет месяц гастролей, потом у нас будет отпуск, и потом Европа, Болгария. Что у нас еще будет? Израиль, Арабские Эмираты. Это первый ваш балет? Ну да, да, на льду? Да, да, первый. Будем просто продолжать. Вот так настолько загорели, что просто хочется куда-нибудь туда ехать, где они обитают. Мы получили огромнейшее удовольствие. Мы здесь с семьей очень рады. Спасибо большое артистам. Прекрасно, просто прекрасно. Любите балеты, Орге? Я люблю. Не обожаю, но смотрю. Поддерживаю супругу. А всех мероприятий, которые происходят у нас в Витебске, мы знаем, но мы стараемся посещать. Тоже как бы не забывать. Культурно развиваться всегда полезно, скажем так. А знаете, какие ближайшие мероприятия будут? Ближайшие? Ну, мы надеемся, что наше телевидение, Витебске, будет нам подсказывать. А мы и рассказываем. 2 марта состоится концерт на Ви-Бэнд и 10 марта состоится концерт Змитерова-Ятишкевича. Увидимся! Следите за новостями на портале городвитебск.бай